Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава второй книги «Царей» или «Царств» для библейского портала «Экзегет». Читаю свой перевод. Ну и у нас с вами первые пять глав. Это история прихода Давида к власти уже после смерти Саула. Не сразу всё сработало. Не буду больше сейчас об этом подробнее говорить. Он берёт Иерусалим, делает его столицей. Об этом пятая глава. Собственно, вот Шестая открывает уже повествование о царствовании Давида в Иерусалиме. Основной период его жизни и наиболее значимая для нас часть этой жизни. Как устроено его царство. Давид снова собрал лучших воинов в Иерусалиме. 30 тысяч. Довольно большая армия по тем временам. Помните, у него было 600 человек, когда он там от Саула прятался вместе со всеми огорчёнными душами. Душой, как они назывались. Ну, то есть, такими, знаете, изгоями, которым не нашлось места в мирной жизни. А тут уже 30 тысяч лучших воинов. Вот это постоянная армия. Чего, кажется, не было у Саула. Саул собирал ополчение. То есть, призывал мужчин брать оружие, кто какое найдёт. Вот по поводу, который вот внезапно случился. Напали филистимы, не собрались всей толпой. А здесь уже регулярное войско. Затем Давид вместе со всеми, кто был при нём, отправился в Бали Маудейский и выступил оттуда, забрав ковчег Божий, наречённый именем, именем Господа, воинственность, восседающего на херувимах. То есть, первое, что делает Давид, он переносит в свою столицу ковчег Божий, который находился тогда в городке, но до него централизованного государства не было. Значит, ну, вот Бали Маудейский или там Шилой или где-то ещё. То есть, в общем, этот ковчег гулял куда хотел, столицы нет, центра нет. Вот Иерусалим становится столицей, всё сосредоточено в нём. И первое, что он делает, сам ему помогает финикийский союзник построить дворец, а сам он прежде всего переносит ковчег. Ковчег Божий повезли на новой повозке, забрав его из дома Авенодава, что в Гиве. Уза и Ахиос, сыновья Авенодава, направляли эту новую повозку с ковчегом Божьим, причём Ахиос шёл впереди. Соответственно, вот чисто технические подробности, как его перевозили, и это важно, потому что это же не просто чемодан, который везут из одного места в другой, сундук какой-то, это святыни, и здесь целая процессия. Давид же со всеми израильтянами ликовал пред Господом, играя на разных инструментах кипарисового дерева, цитрах, лирах, бубных, систрах и кимвалах. Ну, названием всевозможных музыкальных инструментов, в основном ударных, но и струнных тоже. Когда они подошли к Гумнунахона, какое-то неизвестное нам место, Уза схватился за ковчег, чтобы удержать его, потому что валы споткнулись. Ну, то есть наклонилось всё, и он оп, рефлекторно взялся, чтобы удержать. Гнев Господень загорелся на Узу и поразил его там Бог за дерзость, и там он умер подле ковчега Божьего. То есть его даже нельзя трогать просто так. Всё-таки Ветхий Завет — это представление о том, что всё, что связано с Богом, очень резко отделено от обычной мирской жизни. Вот нельзя брать священный ковчег. Вот даже чтобы не для того, чтобы там, я не знаю, поглумиться над ним, но для того, чтобы он не упал с повозки, и то коснуться нельзя. Как должно было это быть, неизвестно. Должен быть священник какой-то, кто имеет право к нему прикасаться, или какое-то специальное приспособление, чтобы носили его, кстати, через пустыню на шестах. То есть не просто люди хватались руками, а продевались шесты в кольца, которые были вокруг этого ковчега, и несли шесты, а не ковчег. А ковчег лишь на шестах путешествовал, но его не трогали руками физически. Давид опечалился, что разразилась кара Господня над Узой, а то место по всю пору называется «Порыв Узы». В тот день устрашился Давид Господа и сказал, «Где уж мне принимать ковчег Господний?» Так отказался Давид от переноса ковчега Господня в город Давидов, но оставил его по пути в доме Аведы, дома из Гата. Ничего себе, главную святыню несут в столицу, и вдруг человек погибает. И Давид говорит, нет, 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 я не достоин. А вот тут какой-то домик у дороги, там кто-то живет, случайный абсолютный человек, у него пусть постоит. Вот мне даже кажется, что это свидетельство какой-то удивительной робости Давида. Ему 30 лет, он еще довольно молод для царя, мы только что это читали, да, его возраст. И получается, что он еще сам не очень даже, может быть, верит в свою способность быть царем этого народа, в том, что Господь не просто его благословил как-то абстрактно, но что он с ним, что он позволяет ему распоряжаться своим ковчегом, например. Вот это удивительный контраст с Саулом, который сам там жертвы приносил, сам там вообще что хотел, то и делал, да. И, в общем, тот был такой царь, вот царь, да, вот я самодержец, мне все доступно. А Давид очень чуткий человек, вот при том, что он не робкий, нет, он без конца делает очень смелые вещи, но он чуткий и во всем, что связано с Богом, богобоязненный, вот в лучшем смысле этого слова. Ему действительно страшно оскорбить, нарушить. Ковчег Господний оставался в доме Аведы дома из Гата три месяца, и Господь благословил Аведы дома и весь его род. Ну, наверное, там урожай был отличный, не знаю, там коровы отелились чудесно, вообще все хорошо пошло очень. Когда царю Давиду донесли, что Господь благословил Аведы дома и все его хозяйство за ковчег Божий, то Давид отправился и с радостью перенес ковчег Божий из дома Аведы дома в город Давидов. Это было так, едва несущие ковчег проходили шесть шагов, как жертву приносили быка и тельца. Видите, уже несущие ковчег, уже не на повозке, а, наверное, на тех самых шестах. Шесть шагов, это значит, ну, я не знаю, они считали двойные шаги, то есть это около шести метров, или это одинарные тогда три. И жертва, сколько этих жертв было, то есть это какое-то вот просто, ну, максимальное возвеличивание. Господи, мы понимаем, что мы даже вот прикоснуться к этому не можем, но смилуйся над нами. Сам Давид, что было сил, плясал пред Господом, и был Давид одет льняной ифод. Ну, ифод, вообще по-разному это слово понимается. Здесь это явно одежда, иногда это, кажется, некий священный предмет, который использовался, например, для узнавания воли Божьей. А здесь это, грубо говоря, священническое одеяние. И Давид, который царь, но он ведет себя здесь, как некий священнослужитель. Но не сказано, что он приносил жертвы, а сказано, что плясал пред Господом. Что за пляска, что за странная форма богослужения? Вот и в те времена кое-кто задал такой вопрос. Так Давид со всеми израильтянами переносил ковчег Господень под радостные крики и под трубные звуки. Когда ковчег Господень входил в город Давидов, ну, то есть, в вот эту укрепленную часть Иерусалима, Михаль, дочь Саулова, жена Давида, первая жена, которую, я напомню, вот сначала Давид бежал, а ее отправили к еще одному мужчине. Потом, когда Давид стал царем, пока только над Иудеями, он потребовал ее обратно, ему вернули от этого его мужчины. А Михаль, ну, мне кажется, когда ее как чемодан туда-сюда отправляют, она не очень была, наверное, этим довольна. И, кажется, не очень понравилось ей возвращение к Давиду. Она старшая, к тому же, жена, да, а тут уже у него жена этих с отсчета собьешься, да, и поэтому, наверное, она тоже так на это скептически смотрит. Михаль, дочь Саулова, смотрела в окно и видела, как царь Давид скачет и пляшет пред Господом, и осудила его в сердце своем. Наконец, ковчег Господень принесли и поставили на его место посреди шатра, подготовленного Давидом, и Давид принес Господу жертву всесожжения и благодарственные жертвы. Когда Давид закончил приносить жертву всесожжения и благодарственные жертвы, всесожжение, то есть, сгорало целиком, а благодарственные, то есть, ну, часть раздавалась присутствующим в качестве такого общего пира, да, то есть, как бы пир в присутствии Бога и при участии Бога, который тоже получает часть жертвового мяса. Так вот, когда закончил приносить жертву всесожжения и благодарственные жертвы, он благословил народ именем Господа воинства, раздал всему народу, всему множеству израильтян, мужчинам и женщинам по лепешке хлеба, по куску жареного мяса, видимо, как раз от этих жертв, и по горсти изюма каждому. Тогда народ разошелся по домам. Насчет куска жареного мяса может быть горсть фиников или сладкое печенье, но, во всяком случае, было какое-то праздничное угощение. То есть, это всенародный праздник. И маленький-маленький эпизод. Когда Давид пришел с благословением в собственный дом, навстречу Давиду вышла Михаль, дочь Саулова, с такими словами. Вот так прославился сегодня царь Израилев, заголившись перед глазами служанок своих подданных, как заголяется какой-нибудь негодник. Что имеется в виду, что значит заголившись? А он плясал, когда человек пляшет, он же ноги выбрасывает, да, и, ну, там, открываются его ноги. И она это сравнивает с тем, как он там задирает одежду, да, и показывает там всякие части тела служанкам. Какой-то, ну, действительно, хулиган. Ничего себе. А о чем это вообще? Ну, давайте дочитаем ответ. Давид ответил Михалью, пред Господом, который избрал меня, а не твоего отца, а не его род, чтобы поставить меня правителем над всем народом Господнем, над Израилем. Пред Господом я буду ликовать, и более того, я унижусь и поду в собственных глазах, и так у служанок, о которых ты говорила, прославлюсь. И не было детей Михалья, дочери Сауловой, до самой ее смерти. Ну, может, потому что он уже на нее перестал обращать внимание, а может, просто бездетность. Ведь это как бы наказание за это все. Но зачем здесь этот диалог? А вот вы знаете, очень важно здесь противопоставление двух образов богопочитания. Ну, даже трех. Начиная с этого самого Узы, который хватается за ковчег, ну, там такой технический процесс. Надо перевести ковчег, вот мужики взялись, там понесли, опа, наклонилось что-то, они схватились. Это не подходит, за это Господь наказывает смертью. Это не техническая задача. Это что-то вот надмирное, да? Михаль, она представляет себя ковчег, такая строгая процессия. Все так очень чинно, вот все делается исключительно серьезно. И Давид, который дурака валяет перед ковчегом, если так вот всерьез говорит, пляшет. Почему он пляшет? Почему бы ему не идти, как царю подобает в процессе, в своих лучших одеждах, очень серьезно? А вот он перед Богом мальчишка, он перед Богом плясун, игрок, но он перед Богом мальчишка, да? Вот это очень важно. То есть он радуется как ребенок всему тому, что происходит. И он не очень думает о том, насколько он сохраняет свое достоинство, насколько это все совпадает с царской какой-то вот манерой вести себя, одеваться со всеми этими приличиями. В конце концов, его Господь привел в это положение царской. Что он будет теперь перед Господом важничать? Говорит, я царь, я такой весь правильный, у меня все так очень строго, неподвижно. И вот эта искренность, вот эта его беззаботность, если хотите, это его игривость, это его легкая, но глубокая при этом вера, она оказывается более верной, чем вот такая, знаете, постная физиономия Михайля, которая думает, вот все должно быть строго по распорядку. Это вообще история Давида, он в принципе такой. Он не безошибочный и не безгрешный, но он какой-то очень легкий и искренний перед Богом, а все остальное бывает уже разным. Но об этом следующие главы. Продолжение следует...